Всем привет и так что новенького на Доме-2 и за периметром. Во вчерашнем эфире ББ начались разборки Ебарова и Алены Савкиной. Наталья Тилаева говорит, что это было начало. Продолжение смотрите в понедельник и вторник. Странно, что эту комедию не растянули на месяц. Ебаров обозвал всех Рапунцелей женщинами легкого поведения. Думаю, он бесится, так как понял, что с Настей голд ему ничего не светит. Он не может с ней делать громкие эфиры и зарабатывать на ней, как на Савкиной. Понял, что просчитался, но теперь ничего не вернуть. Оля Рапунцель, кстати, активно поддерживала сестру. А вот так вот прикольно она сидела на ББ, оголив ляжки. Но Оле не привыкать. Ебаров не успокоился, он записал видеообращение и вновь рассказал всю правду про Алену. Говорит, за пять месяцев она поменяла семь мужчин. Вы можете говорить всё, что угодно. Правду никто не хочет слушать, проще закидать Ебарова. Рапунцель спросили, зачем она редактирует в фотошопе изображения своих дочек. Комплексует, стесняется их внешности, считает некрасивыми. Вот, например, София на картинках Оли голубоглазая принцесса. А на наших экранах в эфирах ССЛ толстенькая кореглазенькая девочка. Фотошоп сразу бросается в глаза. Оля увеличивает дочки глаза, уменьшает нос. Вот что ответила Рапа. Вы что, какой фотошоп? Это фильтр. Все люди ставят фильтр на фото. А вы как будто не используете фильтры на фото. И у моей дочки реально голубые глаза. И вы будете указывать мне, как жить и что делать? У вас беда в жизни и большие проблемы в вашей голове. И какие же вы ущербные и несчастные твари бессердечные. Но ущербные и бессердечные все никак не успокоятся. Они продолжают упрекать Олю в злоупотреблении фотошопом. Дима Дмитренко пошутил в сториз одного из участников, что Оля снова беременна. Скорее всего, просто сболтнул для обсуждений. Жизнь Аганесянов круто поменялась с появлением сына. Главное неудобство для ребят – это невозможность спокойно поспать ночью. Стефан плохо засыпает. Время с 9 до 12 самое сложное для Саши. Также ребятенок периодически просыпается ночью, чтобы поболтать. Очень уж он оказался разговорчивым. «Такой говорун, я не могу, всегда болтает!» – восклицает Саша. Стефану уже почти два месяца. Одежда на 62 ему уже мала. Он держит голову, пытается сам переворачиваться. Черно даже переживает, не рано ли. Заботы о сыне не мешают Черно следить за собой. Вот её новый образ, она крутится перед зеркалом, не может остановиться. Сегодня у меня классный лук. И действительно, платье необычное, словно кусок скатерти приделали на спину. Такая конструкция призвана маскировать излишнюю полноту. Но и платье, и шляпка Саши к лицу – это неоспоримо. Алена Савкина сделала маме пластическую операцию своего любимого мастера. Того самого, который делал ей новую грудь и редактировал нос. Женщине сделали блефоропластику, подтянули веки и удалили несколько попелом. Операция длилась час под местным наркозом, прошла успешно. Таня лежала, слушала музыку, было совсем не больно. Она очень переживала, мечтала и ждала. Но так если она решила навсегда перебраться в столицу, то нужно соответствовать этому месту. Да и в новые отношения лучше вступать во всеоружие. Кахно раскрыла подробности загула Ебарова после свадьбы. Рассказала, на кого он поменял свою жену в первую брачную ночь. По словам Маши, Ебаров изменил с Маргаритой Ларченко. И Рита хочет вернуться на шоу к Илье. Строкова протоптала себе тропинку на шоу Бородина против Бузовой. Она теперь сидит в экспертах. И Тане даже доверяют спасти одного из номинантов на вылет. Также экспертом взяли и Женю Феофилактову. Женя пишет, друзья, я пришла на эфир как эксперт, не более. И тут выясняется, пришел Гусь. Так она называет Гусева, отца своего ребенка. Так что Женина семейная драма стала теперь достоянием общественности. Подробности в шоу Бородина против Бузовой через неделю. Левченко подтвердила факт ухода с проекта. Я попрощалась с Домом-2. Валера решила уйти за мной. Потом идет стандартная речь, я благодарна, я многому научилась, я обрела, я вышла замуж. Это бесценный опыт, спасибо ведущим. Аня намерена разбивать свой инстаграм, публиковать много сториз. Она покажет свою квартиру, новоселье. Также она намерена заниматься своими магазинами женской и детской одежды. В Питере и в интернете. На этом все, подписывайтесь, будем сплетничать. Субтитры подогнал «Симон»